всем привет продолжаем рассматривать события китайского турнира и от айрон сегодня у нас повестки против китайского игрока за зверолюдов идет он такой состав вы знаете на первый взгляд состав за зверей достаточно бесхитростный но не следует забывать о том что моргур и происходит расширение состава за счет двух призванных отродей и что у нас у нас маг да где он у нас вот он он ариус шаман смерть здесь чисто бьюна берется то есть все подбил и ускорение перезарядки частичная да будет давать тому же закву этой же бьюни и этот гагатовый жезл или какой там какой-то клинок кинжал но тоже ускорение перезарядки все это быстрее быстрее отбьюни то есть по факту два отродья ну пусть они за одно такое полноценное там частично проканают да и минус и плюс бьюна дают минус одну элиту то уж точно минус один отряд но что касается вурзага понятно здесь все все что требуется хотя вот дисциплину я отлично не беру например на дисциплину но возможно для орков это актуально тем более раз противостоят им звери которые не отличаются большой дисциплинированностью и обращает на себя внимание две колесницы да они хоть и не супер убойные но тем не менее с противопехотным бонусом одна и вторая жубокрады тоже конечно замечательная вещь ну посмотрим насколько выдержит фронт-лайн столкновение понятно что здесь айрон берет еще двух копейщиков чтобы они принимали натиск то есть до определенной степени состав такой угаданный фланги представлены мерзкими пронырами и вот понесла здесь уже на флангах атака зверей по флангу ну и здесь мерзкие проныры естественно взрывая свои бомбы они до определенной степени дебафают хотя что-то я не вижу да ну-ка давайте посмотрим идет дебаф нет но собаки понятно сливается сразу да нет здесь только еды яд из-за обстрела то есть мерзким проныром здесь прожимается нет пока я не вижу чтобы прожималась вот они под своим бафом атака h39 можно обратить на это внимание силы оружия 27 со своей бронебойкой что превращает их достаточно опасный такой отряд да здесь тоже кентигоры не успевает им либо прожать скорее всего не успевает да и что у нас и левый фланг да у нас уже оказывается втянутым здесь стадо онгоров копейщиков интересно так протягивается и вот прожимается ваг 34 натиск атака 62 ну то есть замечательно скорость 36 в порядке ну сейчас посмотрим хотя вот они вот здесь вот заходят через своих вот мы видим вот эти вот черки левый фланг пока вот отступает он хотя здесь тоже вот мерзкие проныр в общем-то с атакой 65 вполне могут наделать делов и вот произошло у нас столкновение что здесь здесь бьюна да я вижу насколько от будет отбрасываться да вот она пожалуйста бьюна и ревущий шаман посмотрите как здорово он заходит вот так вот на своей колеснице ну и понятно прочарженные мерзкие проныры бегут вот тут тоже непонятно прожималась им это белочка дымовая бомба или нет вот они под ваком понятно собака не разбирают сразу и что у нас получается ну пока держится орки ну вот 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 видели вот она бьюна все отряд черков вообще в ноль ушел один-второй посмотрите и на третий сейчас наседают то есть блин жестко так все это зашло по центру то есть фронт-лайн по сути орки свои провалили по большому счету здесь вот и мы откидывается чтобы хоть как-то приостановить продеваю продвижение зверей по флангам ну что в общем то и удается посмотрите то есть фланги в чистом виде затащил айрон центр в чистом виде вообще три черка просто-напросто были сметены плюс еще и два этих отродья призванных они просто-напросто да редко такое встретишь чтобы зверю прямо так вот жестко вообще фронт просадили кого бы то ни было а уж орков и подавно но тем не менее даже потеря на данный момент мы видим такого огромного количества мощнейший пехоты черков да вот нога нога замечательно блин вроде бы неплохо до мерзкие праны расстановили продвижение вот здесь вот всей этой шайки но нога как-то может быть ее стоило с упреждением так вот сюда вот как-то закинуть чуть-чуть вперед в том числе чтобы и свой отряд попал здесь что у нас ну дымовая бомба да понятно чтобы была прожата она чтобы остановить всю эту шайку если мы с высоты птичьего полета так сказать окинем с вами карту боя то есть мы с вами увидим что у зверей они ходят толпой здесь и единственное что здесь осталось на что уповать оркам это все-таки наличие вот этих вот колесниц но вот еще одна бьюна я так понимаю сейчас будет да еще одна бьюная но они регенятся смертолазы поэтому на них бьюну тратить то по большому счету мы посмотрим насколько он как бы эффект будет пытается здесь своими отродьями деградирующими что еще нога нет ни нога башковзрыв ну в принципе 10 башковзрыв вот стоят сквиги дурки то вот их нужно немедленно возвращать ну и колесницы самое главное что живы колесницы причем что у нас получается нет одна одна до колесница остается на поле боя ну в принципе и и достаточно вот она очень хорошо заходит давайте посмотрим даже натиск да очень хорошо зашла посмотрите бести горы моргают хотя их там еще 40 из 75 плюс еще и подбегают мерзкие параны очень здорово здесь пытался догнать кентигоров но их не догнать конечно же колесницей и еще один натиск по факту получился у нас такой небольшой циклический натиск ну эти циклические натиски это правильно и они требуют определенного умения и определенный тариц потому что когда ты их вытаскиваешь понятно отряд теряет ну вот она минус это бьюна по факту да и сейчас шайка вот это вот бегает во главе с моргуром пытается что-то предпринять так ну и в урза конечно же основное это в урза попадает или нету даст или засейвить урзага то есть да посмотрите даже несмотря на то что был провален весь фронтлайн тем не менее затащены эти фланги и наличие в составе хашек плюс выцепили этих бести горов плюс вот сбегает остатки отряда кентигоров в общем то оставляет все шансы при сохранности в урзага оркам на победу ну и вот так вот первый взгляд то был когда фронтлайн провален я подумал вообще что все оркам до хана 1 однако посмотрите как они тихонько медленно но верно затаскивают но в урзаг то есть здесь хоть и под кулаками горка он и защита у него аж 52 тем не менее его преследует на колеснице преследует ревучий шаман и бросает iron все силы свои находящиеся поблизости да и не поблизости чтобы спасти вурзага ибо без вурзага конечно орки здесь разбегутся так ну вот на какой-то момент удается спасти вурзага и есть надежда что он вернется но нужно возвращать сквигов конечно вот сквиги здесь у нас они простаивают они бы оказали конечно сейчас неоценимую помощь поскольку вот вся вот эта вот шайка это все на самом деле ни о чем то есть ты стопаешь их колесницей раз и сквигами был спокойно мог зайти вот так вот по тылам раз-два и все это шайка бы разбежалась остался бы только моргур который один в общем то он но один раз удалось спасти вурзага посмотрим так дисциплина прожимается до чтобы уже они не сбежали и до грызли этого ревущего шамана на своей колеснице ибо ему достаточно легко на коляске разбить тех же самых мерзких проныр но вот это вот уже элемент кайта определенного здесь присутствует но это пехотный кайт это не тот блин который сейчас у нас в мульте проповедуется этот понятно не мужики блин когда заманиваешь пехотными отрядами противника то есть вот растаскивает пожалуйста вытащил стада бестигоров единственное что вот это вот конечно обидно непонятно каким образом там оказывается бурзак то есть зачем вот он бросается тут ближку тем более он не под бафами а так посмотрите убит шаман остатки бестигоров в принципе не представляет при наличии жубокорадов при наличии смертолазов при наличии голодранцев еще и с боезапасом здесь бронебойка здесь яд плюс у нас сейчас двигопрыги 32 и вот эти вот простояли все-таки блин здесь их 21 то есть практически почти пол отряда вполне по силам здесь было то есть айрон создал себе определенные проблемы во фронтлайне точнее звери создали ему эти проблемы удачно за счет флангов все это дело знать зарулил но смерть вурзака конечно ставит под большой вопрос победу орков ну и плюс вот они сквигопрыги конечно блин обидно конечно уже видите они все они начинают моргать здесь жив моргур здесь остатки бестигоров 28 вот и 36 но вот они моргают сейчас давайте посмотрим подойдет моргур побегут ли они нет бежать даже не хотят колесница великолепно отрабатывает просто замечательные натиски сквигопрыги с тыла чаржа здесь а ну вот он подошел еще и 16 дисциплины прожал и посмотрите он забав во всех бестигоров то есть даже в этой ситуации в принципе мог еще тащить айрон были но вот эти вот стоят бронебойка значит ядовитой атаки да жаль и 2 не просто не бегут вот их 43 36 то есть по сути это целый отряд плюс еще я здесь вот лычечка у нас роздана конечно не беру колесница великолепно 2 а вот где-то там у нас под кавой слилась ушла но ясно было что они сбегут под люки замечательные цифры с учетом того что это в основном бестигоры либо кавалерия то есть отряды по 900 и за 147 вполне себе приличный результат 108 великолепно вот эти простояли я думаю кинь их раньше в бой и все то есть по сути вот флангами мог айрон конечно же затащить этот поединок ну и мерзкие проныры 3 из 4 великолепно отработали на эти звери вообще блин 135 129 125 где чё они там это нарубили но это мерзких видать вот этот вот отряд скорее всего вообще подчистую вырезали да ну и краблинг идет он за арков спасибо кстати парням за присланный повтор и тут ну по факту против арков это можно ну не то чтобы там жесткий какой-то обуз наверное нет но 2 ну и нравится мне когда в составе какие-то необычные непринятые в мульте так скажем берутся отряды и здесь мы видим замечательный рорный отряд красных макрушников у них топоры да у некоторых вот обоюдоострые да насколько вижу некоторых нет два топора нормально порядке то есть урона поболее они должны по идее наносить дамага в секунду они наносят больше чем обычные двуручные черки так мы и ажак берется берется уже вот это вот заклинание как же она свойства рыцаря ужаса ну понятно берется она для дисциплины и для двойного естественно своего применения дает ему плюс 8 дисциплины то есть ну играющим и наблюдающим за мульте понятно для чего это делается противостоят вампиры тем более две бандши то есть они этот свой ужасающий вид и и страшный этот вид вот кстати на последнем стриме там разговаривали об этом будут раздавать вообще по полной программе так здесь берется манфред литун похищение души но будут будет спамить похищение души призыв и что ему и на хик до знания запретных искусств он у нас на судя по скорости на адском скакуне но пожалуйста ажак мясник тоже со своей великолепной скоростью 110 да и тоже интересно молот горка ну-ка чем там он швыряет по черным рыцарям то есть три отряд два отряда черных рыцарей один отряд рыцарей крови и лютая стая здесь он зашифровалась но я думаю что кораблинг зная эту карту понимает что здесь кто-то есть полюс у нас еще и банда сломанных бивней ну да давайте посмотрим в общем-то приоритет я всегда отдавал вампирам в этом матчапе орки могут затащить здесь только но используя какие-то моменты похищения данного похищения пошло манфреда на манфреда от ажага выхватил в манфреде ты подлетел что-то хотел вообще ну откинул бы сразу тогда на ажага и понятно стрелковая составляющая и плюс мерзкий проныр ну скорее всего вкачивает он их не столько по фану сколько чтобы дать им хоть немного дисциплины пожалуйста ажаг подлетает да мы сразу видим что 58 аж вот дисциплина ну и швырялка пытается накидать по каве я так понимаю накидывать да и по черным да по черным в основном рыцарям по рыцаре крови вот здесь вот трусливо спрятались с лютой стаей в лесочке в кусточках там например в овражике за пригорочком за небольшим зашифровались но пока идет обмен похищениями души и он пока не в пользу вампов это всяко-разно ну задача вампиров понятно завязать ближним боем спамить призыв и пытаться рыцарями крови расчаржить те же сломанные эти бивни банду сломанных бивни и черными рыцарями добиться чего-то тыловыми натисками по пехоте орков очередное похищение души в исполнении манфреда и ажага то есть идет обмен ну вот я говорю полетел колясочки такой сейчас раз деловой ну понятно уже как бы говорили мы неоднократно об этом и что у нас до банши выхватывают но куда-то убегают они так да у нас ажаг у нас не вурзак да то есть раздать маг атаки у него не получится это конечно же большой такой минус скажем так составу и прожимается ваг побежали черные орки причем отступают здесь и зомби и на копейщиков в итоге в спину чаржит зомби чаржит копейщиков на мокрушниках виснут зомби 2 2 банши виснут и те же самые скелеты копейщики и пытается прикрыть свои фланги здесь чуть-чуть проспал натиск но понятно что в погоне за черными рыцарями банда сломанных бивней хочет максимально использовать ваг который к этому времени уже закончился ну все да вот то есть то о чем говорили завязаны этот фронт-лайн и пошел призыв на стрелков вообще конечно стрелковым фракциям против фракции где есть призыв достаточно тяжело очень здорово фокусится колесница смерти и пытается пытается ажак мясник догнать манфреда но пока не получается манфред избегает здесь тут тоже натиск после или скелетом копейщиком да и вот они тыловые натиски ну то есть именно тот план который предполагал реализуется и рыцари крови здесь под дымовой бомбой сожрали они здесь всех сквигопрыгов я так понимаю да ушли где они нет вот не один отряд остался не элитных 21 он вернется конечно же но тем не менее дымовая бомба ну вот вот спасает здесь у меня такое ощущение что вот этот вот навал здесь игрок из китая робина вот он зря здесь связывается с мерзкими пронырами и собаки вот тут стоят совершенно вот да только сейчас до него доходит что надо все это дело вытаскивать и чаржится здесь в этих ну а между тем красные мокрушники великолепно справились держали они центр далее невозможность пострелять своим стрелкам откидывается плюс 8 дисциплина великолепно ну и черки которые прикрывали пола правый флан героически держу сражаются в окружении против двух черных рыцарей и навстречу им вернее на помощь им идут красные мокрушники плюс банда сломанных бивней ажак между тем продолжает погоню за манфредом и ситуация на самом-то деле пока еще не ясно в чью пользу складывается поскольку коляска у нас идет в ближку и сейчас она начнет раздавать свою ауру смерти съедаются кулаки вернее молот горка гоблинская швырялка лютой стаи но пока не до конца есть шанс вернуться ну и между тем пехотное сражение в общем-то затаскивают орки у нас что неудивительно потому что зомби копейщики это в общем-то не та пехота хотя вот они под заклятием нехика те же самые копейщики один из самых таких эффективных отрядов ну и конечно же стражи могил тоже эти пара отрядов они по большому счету не подвели но черки они есть черки и вак он есть вак как ни крути так между тем ржавые стрелял у нас освобождается и я хочу даже поставить вот на замедление хочу обратить ваше внимание насколько напряженный поединок посмотрите вроде бы и кучки но это кучки такие образовались они в результате фланговых атак в результате прорыва вампиров по центру мы видим вот здесь вот левый фланг удалось так так или иначе отстоять оркам однако по этому левому флангу все-таки мы видели что была пропущена лютая стая и прошли рыцари крови которые в данный момент вязнут просто-напросто в черках потому что это явно не ихняя цель и здесь их уже вообще мало остается плюс еще и мерзкие параныры со своей бронебойкой из бронебойка черные орки конечно они рыцари крови не боятся тем более здесь практически у нас полный отряд но между тем продолжает спамится у нас призыв и вот здесь конечно же момент такой в пользу он вампиров колесница здесь ближки и она как мы видим с вами раздает эту ауру смерти что дамажит отряды тем более от еще мерзкие параныры здесь подбегают тоже под дамаг колесницы смерти но между тем банда сломанных бивни конечно же проявляет чудеса можно сказать стойкости посмотрите на ней виснет огромное количество отрядов и летающий манфред он в этой ситуации здесь пока по большому счету помочь в общем-то не может своим войскам спасает своих стрелков ожагом краблинг делает совершенно он правильно акцентировал внимание ожагом на атаки именно лютой стаи и сейчас будут добиты я так понимаю остатки стражей могил что дает возможность посмотрите стрелкам вести прицельный огонь уже по лорду вампов и естественно прежде всего нужно дотянуться до коляски очень напряженно такой динамичный поединок подарили игроки также как вот и айрон там против зверей да тоже как вошь на гребешке он изворачивался но смерть вурзага и забытые сквиги конечно не позволили только вот этот момент а так все было великолепно сыграно так еще одна дымовая бомба и вязаную снова посмотрите банши были нот нету мага так да то есть вот она преимущество вампов сразу резко сказывается вот он он астральник и и все причем их два астральника и вроде бы похищением души надо просаживать того же манфреда да чтобы вот она посмотрите то есть все это приводит к тому что у него уже ли лимит отхила он ну что там процентов уже 30-40 наверно там осталось 35 может то есть нужно и его по идее и банши надо ну правильно приоритет не цель и конечно же в этой ситуации манфред а между тем ажак у нас будучи в ближке добывает вот столь нужной своей армии вак и орки пока не сдаются то есть не удалось все таки вампам ликвидировать стрелков и самые обычные гоблины ученики при поддержке ржавых стрелял продолжает вести огонь по манфреду продолжает выщелкивать с него хп но а чёрки не сдаются черт побери чёрки стоят хотя вот их уже можно было бы здесь но здесь в этом бою хватает целей более приоритетных хватает действий по микроконтролю помимо того чтобы вводить в бой вот эти остатки чёрков сквиги вот только ну сквиги слили что они здесь конечно же задержали просто продвижение рыцарей крови которые могли вот так выйти по тылам конечно же с лютой стаи и зачаржить все что только можно ну и проявил тут естественно чудеса из воротливости небольшие краблинг когда запустил снова во рту своих товарищей а между тем все-таки прицельный огонь стрелками тут надо было просто ему элементарно попытаться вытащить банши она вытаскивается и неплохо и вот эти бы товарищи они бы просто-напросто разбежались бы все эти лучники по крайней мере она бы частично банши не позволили бы какое-то время определенной определенному отряду вести огонь то есть наносите тот же самый дамаг а по итогу они убивают колесницу смерти и шансов у вампов все меньше и меньше хотя есть банши но что они эти банши уже и манфред здесь уже на издыхании конечно же это не принесет великолепно конечно отработал краблинг в этом поединке но китайцы я уже говорил они любят брать какие-то такие имбовые юниты и брать не один а лучше два то и четыре вот его здесь я думаю вот это вот дело и подвело то есть не было в общем то такого хорошего маневра юнитами тактического пространства не дал своей армии да у него были черные рыцари которые были по факту законтрены орками в этом поединке до были рыцари крови которые также не справились со своей задачей не смогли они убить банду сломанных бивней максимально максимально сжатые сроки и пожалуйста а этой пехотой против вот этих товарищей победы добыть тяжело 2 черка и макрушник даже с учетом призыва это цифры очень большие 300 и 150 практически ну и арта так или иначе ничего себе по итогу накидал аж 85 за 800 монет очень хороший результат с учетом того что в основном кава по факту 3017 вот здесь для них и цели это цели для них были лучники вы не справились ну по тылам что-то там чержанули и все на этом здесь цели была банда сломанных бивней тоже по факту банда прожила дольше чем те же самые рыцари крови ну коляска в общем-то раздавала она но при живых стрелках чё она там она не на раздает в общем-то он неплохо и и микрил весь поединок но тем не менее совершенно необязательные похищения на выхватывал манфред совершенно необязательные атаки от ажага пропустил поэтому ну вот такой хороший поединок мне понравилось давно я не видел этого противостояния тем более в рамках турниров поэтому гг однозначно еще один поединок скрайба с фиштехом и вот это противостояние о чем мы говорили орки против царей гробниц о том что шансов нету по большому счету уца у этих у орков против царей в общем то чтобы ты не взял зайдет все но а здесь мы за орков видим попытку ну я насколько понимаю здесь попытка за орков в общем то во первых в лесах зачем в лес непонятно орки в общем то не лесная фрака по большому счету то попытка ну сейчас мы с вами состав видели то есть формировать такой какой-то ударный могучий кулак не знаю я бы наверное даже лучше гримгора взял хотя он ну да гримгор потому что он не является крупной целью и как бы его и расстрелять то быстро достаточно проблематично на самом деле ну и в ближке он может до трех вакхов за вот стандартный обычный поединок добыть здесь мы видим сетру что у него у него обычные до заклятия не ру короче до проклятие клинков джафа заклятие проклятых клинков полин понятно что беспокойные мертвецы берутся мы все больше ничего не берется единственное что мы видим здесь героя это принц гробниц кстати сейчас за в общем то редко встретишь и вот берет ему что получается вот 30 метров отряд является лордом или героем ну давайте посмотрим понятно вот это проклятие джафа то есть я бы его только наверно брал плюс у него хорошая обилочка есть на понижение что там доспеха минус 30 доспех на достаточно длительный промежуток времени а вот этот надежный защитник блин он стоит немало вот сейчас никого здесь нету вообще ну вот кого бы он мог бафать ну мы маленько ускоримся здесь поскольку орки для чего-то прячется в лесу не совсем понятно что вытянуть чтобы крупные цели чардж или в лесу но здесь крупных целей так как таковых по большому счету кроме сетры то и нету ну и вы так выходят орки из леса понятно что это ныканье в лесу она ничего не даст ну а здесь мы видим вот в четыре четких бацана диких орков один золото другие ну то есть все вкачанные тролляки вкачаны в три золотых лычки и братва вожака потом что там ночные гоблины ну вот идет пока такой обстрел три ушепки у нас кстати в составе составе царей ну и да прикольно было когда я выскочили из лесу эти паучьи наездники не смогли догнать тех же самых ушепки но здесь для на паучьих наездников по большому счету нету целей так ну и пошел натиск на стражу гробниц стража гробниц раз и сетра здесь останавливает натиск этих троллей пошел натиск да причем стоячих проспал вот это да проспал здесь у нас скрай был и тролляки протаскиваются под ваком на избранных богами здесь очень здорово зашли четкие пацаны хотя вот здесь им как раз вот давайте приостановимся и посмотрим в общем то вот такая вот связка вот те же самые тролляки я все-таки думаю им место то было вот здесь вот проломить по центру и посеять хаос попытаться посеять хаос вот в тылах соперника именно проломив по центру то есть сломать фронт-лайн и начать гонять тех же самых ушепки не давать им стрелять поскольку они как ближки могут так и естественно ну то что они на стрелять могут как бы и так понятно здесь мы видим что четкие сливаются поскольку у нас один отряд тролляк вот он вот сюда ушел более того кто обратил внимание смотрели вот этот принц гробниц просто совершенно нагло вот так вот остановил продвижение четких пацанов диких орков вот здесь вот от которых кстати вот эти вот роли они вот 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 так вот ушли ли ну либо вот от этих вот черков от четких пацанов вернее они ушли вот здесь в общем-то стража гробницы так неплохо ломается и я думаю все-таки тролли должны были здесь на ломить по центру а те же самые четкие пацаны в общем то они с крупными целями достаточно неплохо справляются и могли они доставить проблем все три без поддержки тех же самых тролляк хотя понятно он крупная цель и он вытаскивается и туда-сюда поваляет он там черков но тем не менее мы видим что по центру удается устоять стражам а это все здесь как обычная та же самая ну геометрия да то есть мы остановились здесь соответственно остановились здесь продвижение одним царем этим гробниц все получается что вот это вот часть вот так вот она она спасена прикрывается копейщиками ты вы прикрывается копейщиками соответственно ушепки ушепки могут вести огонь и это назойливая чесотка откинутая здесь она по большому счету слегка опоздала плюс у нас еще и шаман ночных гоблинов здесь трется с назойливой чесоткой с ударом из-под тяжка вот ему наверное зря он здесь обитает в гуще боя ему не место но между тем парни прожимает все что только можно и проклятие вот джафа здесь прожатом на тролляк откидывается и 16 дисциплины плюсом идет на арков ведет их бой большой вожак ночных гоблинов с этим мечом с дисциплиной со сплочением с ваком с ядовитыми атаками в общем-то неплохой такой парень ну а здесь вот идет в атаку шаман ночных гоблинов конечно же это небольшая такая ошибочка ну и здесь наверное стоило было так вот уже накидывать раз уж тролляки здесь повезли повязали да и вернее повязали боем сетру ну вот его скорее всего здесь по большому счету не доконтраливает скорее всего да вот тех пользуется этой возможностью ну а здесь вот проламывается и уже есть возможность куда-то вырваться дальше что здесь удар из-под тяжка откидывается на четких пацанов хотя наверно вот более приоритетная цель раз уж здесь так все это повязано было ну и трусливые тролляки под люки конечно же подводят они да и вообще трусливые орки в былишки если не зашли да то бегут ну и конечно же вот то что попадает шаманочных гоблинов делает вот эту попытку ударного кулака орков неосуществимый поскольку он на нем лишит очень большая нагрузка он если живет до конца боя он кастует весь поединок я бы еще и грибы ему эти брал в рамках вот таких вот поединков то есть если берешь его нужно можно брать грибы неплохо откидывается это обилочка вихрь и на скелетов заходит и на ушепки но мы с вами видим что не удается добраться до избранных богами ушепки в общем-то мы видим что падальщики провожают здесь троллей вот 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 спаси тролляк спаси так что здесь тем не менее еще остаются живые один отряд троллей и четкие пацаны один вот и второй отряд они здесь создают конечно же проблемы но главное то насколько я вот так вот вижу живы вот эти большие ушепки с большими луками которые ведут непрерывный обстрел и пока вот-вот отряд есть да есть попытка есть возможность добраться до ушепки тем более их прикрывать здесь неким но у нас уже все ушепки царство душ сработало сейчас пойдет призыв да вот они и и снова прикрывает своих ушепки здесь край был ну и неплохо действует и принц гробниц аналогично ну мы сами видели да то есть вы были выведены копейщики шла атака потому что на ушепки вот этими паучьими наездниками и снова здесь принц гробниц прикрывает эти свободные зоны свободные участки фронта царей гробниц то есть там где вы могли создать проблемы орки ну и у орков то ни одного стрелкова ну понятно после такой в качанности здесь в качке вернее столько такого количества юнитов здесь не остается все таки вот эти паучьи но они совершенно напрасно были взяты даже если бы были луки в составе обычные лукари в составе ушепки уж по крайней мере посмотрите то есть у нас бой уже давно идет вот на всей вот этой вот территории на всей площади где была первоначальная расстановка тех же самых царей то есть в общем-то оркам до определенной степени удалось проломить этот фронт-лайн удалось завести свои войска по флангам в тыл и создавать ну вот эти определенные большие проблемы ну понятно что против сетры большому вожаку ну достаточно тяжело здесь будет выстоять плюс у нас принц гробниц провожает остатки паучьих этих наездников единственная польза от которых был была здесь в том что у них в общем-то ядовитые атаки ну и падальщики успешно проводили троллей за пределы поля боя и соответственно здесь уже войск не остается так или иначе конечно же ушепки где стреляли где сетра этот чаржил где бегали в ближки те же самые эти избранные пехоту в общем-то порочи укатали и шансов конечно же у большого вожака победить в этом поединке не остается но интересно было посмотреть попытку то есть в общем-то вот мне бы тоже было интересно поразрабатывать вот эту вот тему за орков хотя конечно это в до определенной степени дело неблагодарное но тем не менее мы видели с вами что несмотря на какие-то там вот мелкие недочеты тем не менее в общем то вот эта тема ударного кулака она вырисовывается уже его для орков и вот это вот попытка она вот именно этим и интересно вот в этом поединке то есть возможно нужно комбинировать может быть какие-то другие юниты и вообще посмотреть что еще можно в этом направлении сделать а то что такая тема возможная она скорее всего наиболее перспективно за орков против царей мне не представляется вернее мне представляется единственно верной на данный момент